Всем привет! Хочу сразу поделиться хорошей новостью. Вчера пришел первый донат и сразу на 1000 рублей. Максим Николаевич, спасибо, очень приятно за материальную помощь в развитии канала и проекта. Кто захочет еще помочь, номер карты в описании. Дальше по проекту. Рано я закрутил крышку, решил перед сборкой еще раз убедиться, как все это будет правильно подключено. По спичкам можно увидеть направление. Все равно придется, как я не крутил эти элементы, тянуть провод с задней части. Сверху у нас будет расположено БМС. По серии на спичках можно понять направление. Вот есть один вариант, вот второй вариант. В принципе особой разницы нету, как подключать. Так и так все равно придется тянуть провод этот. При таком варианте как-то более-менее аккуратно смотрится. Вес, возможно, у нас более-менее одинаково располагается по центру. Больший корпус я делать по габаритам не хотел. Торцевые стенки у меня остались те же. Вот. Ну, такой еще вариант можно расположения этих кирпичей сделать. В принципе, как видите, габариты батареи те же самые. Просто по-другому расположены. Как видно, сверху у нас получается два ряда и другие поперек стоят. По габаритам у нас получается то же самое. В принципе, особо ничего не меняется. Также придется тянуть с конца батареи провод. И БМС расположится в том же самом месте. Вот как смотрятся эти декоративные шайбочки. Так как корпус у нас разделен на два отсека внутри и крышка на две части делится. В принципе, можно и шайбочки двухцветные поставить. Ну, а вторая причина то, что у меня шайбочек всего было 20 штук каждого цвета. А теперь винтов 22. Ну, вот какие сальники. Примерные купил. Еще особо там по размерам тоже не смотрел. Цвет, как тоже видите, серый. Может, потом черное куплю. Ну, это так просто для примерки. Опять же, расположение еще не знаю, какое сделать. Либо вот так вот, либо поперек, либо вдоль. Вот еще выключатели такие взял. Тумблеры. Уже на самом деле давно лежат. Просто все, руки не доходили. Двухпозиционные. Это, допустим, можно DC-преобразователь понижающий подключить. Там на 12 вольт, на 24. Второй, допустим, это будет ДХО и ближний свет на фарах. Три положения имеет. Это два положения, вкл и выкл просто. Вот, третий выключатель у нас, допустим, можно подключить на дальний свет. Опять же, два положения, вкл и выкл. Вот. Так у меня еще будет, как помните, LED-лента. А она на самом деле греется, даже когда выключена. То есть, надо будет на нее, скорее всего, тоже выключатель поставить. Ну, просто так, чтобы потребления лишнего не было. И нагрев лишний тоже мне не нужен. Опять же, вот это расположение я еще не прикидывал, как будет, например, нужно складной механизм. Учесть, что когда складываешь, чтобы ничего не задевало. Для ног, в принципе, тут места у меня много на большой деке. Так что с этим проблем не будет. Вот, до этого я рассматривал вариант крепления коробочки. Специально купил в ЧПДП. Даже два варианта купил по размерам. Вот, либо такой, либо такой. И в ней хотел уже тумблера эти самые расположить. Так получается, что снизу деки надо тянуть сначала провода наверх к этим тумблерам. А потом вниз и уже к самим фарам, допустим, понижайкам и другим потребителям. Поэтому решил отказаться. А так удобно было под рулем как бы отдельную панельку такую сделать, чтобы руль не нагружать. От лишних выключателей хотелось избавиться. Вот, опять же, вот этот вольтметр с курком совмещенной и кнопочкой. Я тоже решил от него отказаться. Тут как бы ход был хороший, курка. Но взял другой покомпактнее. Потому что, во-первых, сами ядреные контроллеры меня довольно-таки устраивают. Они информативные, там все настраивается. А тут получается, что вот этот дисплей, он, во-первых, на 90 вольт не рассчитан. А, во-вторых, чтобы он заработал, нужно именно 90 вольт к нему и тянуть. И он включался только когда нажимаешь этот выключатель снизу. Мне он, в принципе, не нужен. Я вот отдельный опять курок этот купил под большой палец. Буду только его использовать. И этот индикатор просто сниму и на продажу опять закину. То есть у меня так много получается лишних трат, конечно. Постоянно все перебираю. И вот раньше тоже штатный этот выключатель стоял. Там много функций было. И звонок, и гудок, и фары, и поворотники. Тоже от него решил отказаться. Вот возьму попроще. Он, конечно, не такой симпатичный. Но свои функции будут управлять. Мне, в принципе, нужен только гудок. А вот на эту кнопку выключателя я повешу, скорее всего, концевики, чтобы рекуперацию отключать, когда надо. Ну и поворотники те же самые. Вот. Опять же, вначале я купил покрасивее захотелось. Вот на этом все. И, как видите, там 7 или 8 проводов. Ну, как бы не так много. Вначале я купил другой выключатель. Но он хоть и симпатичный. И там тоже три кнопки всего. Но сделан в таком корпусе красивом. И с подсветкой там. Две кнопки фиксации. Одна как гудок можно будет использовать. Опять же, вот эти фиксации, я думал, что поворотник лево и право включаешь. Можно как аварийку включать. Ну, посмотрите, вот тут три провода сразу идет. И в каждом по пять проводов. Это все будет висеть на руле и вниз тянуть. То есть, как бы от этого я решил отказаться. А вот на том выключателе, которым я показывал, видите, не так много проводов. То есть, я за минимализм, чтобы этот руль разгрузить. Для дверных еще контроль света, но пока не до него. Ну, фары я уже показывал. Для них будет отдельная преобразователь на 24 вольта. То есть, по три линзы сверху. Ближний и дыховый. И снизу две фары для дальнего. Этого, я думаю, должно хватить. Сейчас вообще белой ночи, как бы, и столько света не нужно. Ну, а теперь поговорим о моторе и проводе. Утрочки до сих пор у меня пластиковые, не металлические. Все жду. Так как вы помните, на 3 сантиметра они стали подлиннее. Провод-то остался у нас тем же самым. Да и корпус у нас стал подлиннее. Раньше был 57, а теперь стал 75. Вот этот провод раньше у нас заходил сверху под крышкой, а там сейчас будут металлические пластины для амортизатора, как помните. И есть такие определенные проблемы, что сам провод, во-первых, коротковат. Я вот еще думал, может, его снизу так спрятать, либо с торцевой стенки все-таки пропихнуть. Дырки пилить особо не хочется. Вот попробую вместо светодиода вставить. Этот у нас провод от переднего мотора колеса. И вот от заднего, видите, до куда он доходит. То есть, если внутри его пустить, он, в принципе, дойдет. А я-то хотел как бы сверху его завести, чтобы сверху крышки были тесальники с проводами. Ну, посмотрим. Сбоку я тоже сверлить не хочу, потому что там у меня будут и подсветки всякие, да и лишние дырки делать. Там 3 миллиметра все-таки стенка была с этим сверлением, пока возиться не хочется. Хочу побыстрее. Ну, вот так вот смотрится он в разложенном виде еще. Работы, как видите, много. Спасибо всем, что вы смотрите. За проектом следите. Так же, как я, ждете завершения проекта, потому что погода стоит хорошая, надо кататься. А с самокатом пока не получается все оперативное сделать. Спасибо за просмотры, что ставите лайки. Мне очень приятно. Сразу видно, что это вам действительно интересно, потому что времени на это все трачу много. Так что следите за новостями. Батарею будет, наверное, собирать до конца месяца. Рычаги тоже где-то до конца месяца. Ну, а также, если есть возможность и желание, там, можете помочь развитию проекта. Ну, ладно, всем счастливо. И до свидания.